Завтра техника придет строить строительную площадку. Все, машину убираем, расчищаем, строим площадку. Какие проблемы? Может быть мы неделю на ней простоим, две недели, а может как четыре года у нас покорка. Четыре года. Завтра, когда вас будут эвакуировать машины, наша задача вас предупредить о том, что это незаконно. Мы понимаем, мы все риски... Мы, может быть, я как в душе и согласен, что надо машину ставить, но это незаконно. Но это явно не в интересах жильцов писать доносы. Это не в интересах журналистов. Здесь не мы с тобой в праве. Я просто говорю, объясняю. Здесь мы с тобой не можем. Они две останавливают. Смотрите, они просто протормозили, как в армии говорится. Мы взяли свою инициативу в руки, свою ПЭТ, правильно, да? И они, понимаете, у них этот стоянка, как кость в горле. Они цепляются то за газовую будку. То там они не бастают, то за что хотеть цепляются. То пишут, что-то непонятно. Пускай они сначала убирают свое 39-го дома, или это зеленые зоны, давить с машины. Мы провели комплексный анализ всей прилегающей территории и выявили некоторые факты. На чем основывался анализ? Анализ мы проводили на основании топографической съемки. И топографическая съемка показала нам огромное количество коммуникаций, которые ограничивают какие-либо размещения малых растительных форм либо объекты благоустройства. Выявлены были коммуникации, их охранные зоны. Соответственно, нами были отрисованы допустимые места размещения. Мы разработали вариант размещения только лишь парковок. В количестве получилось на 68 мест. Но что мы выявили? По санитарным нормам и правилам, от самих парковок до окон жилого дома должно быть расстояние не меньше 25 метров. Количество парковочных мест говорит нам о том, что данная схема, ей жизни нет, потому что все нормативные расстояния тут, к сожалению, не соблюдаются. Если мы хотя бы разместим одну парковку с превышением нормативных расстояний, это будет нарушение. Такое позволить себе ни администрация, ни архитектура не может. Поэтому данная территория может быть назначена только лишь для размещения площадок отдыха. Мы говорили о том, что площадки спортивные. Жители хотели, и Т-плюс нам обещал, чтобы поставить здесь спортивную площадку. Мы тогда разговаривали о воркауфте, о комплексе вот этих элементов воркауфт, и хотели ее поставить вот рядом с существующей детской площадкой, вот там, где грибок, да? Но когда в прошлый раз мы собирали здесь, в таком же составе, как бы было предложение сделать площадку эту здесь и изменить ее немножко функционал на то, чтобы это была площадка универсальная, то есть футбол, волейбол, футбол. То есть такая огражденная коробка с рекортановым покрытием, да? На сегодняшний день это предложение, скажем так, существует, живое. Т-плюс сегодня это предложение отправлено, они его рассмотрели, и как бы у них нет, скажем так, препятствий для того, чтобы это сделать. Все зависит на сегодняшний день вот от того, что согласны идти по этому пути. Если согласны, тогда я думаю, что большая вероятность, по крайней мере, ну, не могу прям честное слово за всех сказать, там, за Т-плюс, там и так далее, но большая вероятность, что в этом году, да, здесь будет спортивная площадка. А что касается Кромберга, невозможно жителям этого микрорайона жить. Ведутся работы день и ночь, разгружаются плиты, ведутся, кран двигается и так далее. Здесь 176 квартир в этом доме, которые лицезреют этот день и ночь. Значит, если вы не будете принимать условия, мы тоже пойдем на такие ультиминативные методы. Я соберу 176 квартир, 176 заявлений из завидной регулярности, буду заносить от каждого собственника, чтобы вы прекратили ночные работы, прекратили субботу-воскресенье, пока вы не примеете какой-то меры. Вот сегодня они с 7 утра начали вбивать слайд. Так, давайте таким образом, давайте... Причем, когда мы с вами подняли... Давайте с друг другом разговаривать не ультиматуми, да? Я еще раз говорю, я на вашей стороне, на все. И я хочу найти выход. Мое мнение такое, я Леонид Викторовичу предлагал. Это некомпетенция его народа и градостроителя. Нужно, чтобы Сергей Евгеньевич связался с руководством Гровинка, с самым высшим, да? Объяснил эту ситуацию, чтобы они забор убрали, передвинули на те границы, которые, если кто-то живет выше пятого этажа, видят, что вот эта часть, которую они заградили, она пустая абсолютно. Это единственный, по-моему, вариант, который нужно проработать, опять же, не людям, которые здесь собрались, а Грачеву, а уже вот просьбу передать, вот, наверное, через представители администрации.